Он до сих пор называет Россию врагом и агрессором. Владимир Путин объяснил, почему не поставил Зеленского с победой на выборах. И отметил, что не отказывается от контактов с новым президентом Украины. Но предложение от Киева не поступало. Владимир Путин допустил невиновность основателя Баренк-Восток Калви. Но в этом должны разобраться правоохранители за ее президент на Петербургском форуме. И добавил, что ждет от расследования прозрачности и справедливости. Возьмите Библию, почитайте. Владимир Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви. Это произошло на пленарном заседании Петербургского форума. Президент отвечал на вопросы иностранного бизнеса. О самых главных ответах Михаил Сафонов. Само выступление Владимира Путина содержательно, мало отличалось от традиционных его речей. А вот ответы на вопросы были интересные. Один из первых. Президента спросили по поводу торговой войны США и Китая. Путин ответил китайской поговоркой. Где место России в этой схватке за экономическое первенство? И должна ли Россия выбирать одну из экономических парадигм? Китайцы все хорошие пословицы. Когда тигры дерутся в долине, умные обезьяны сидят и смотрят, чем это закончится. Другие вопросы о международной политике. Состоится ли объединение России и Белоруссии? Нет и быть не может, ответил Путин. Когда-то мы с белорусами и украинцами были одним народом. Но теперь разные государства, и мы относимся к этому с уважением. И ожидаемый вопрос о новом президенте Украины. Путин объяснил, почему он не поздравил Владимира Зеленского. Дело в его риторике. Россия – враг и агрессор. Что же касается встречи с украинским лидером, почему бы и нет? А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал. Вы готовы с ним встретиться? Послушайте меня. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Я говорю серьезно, а он смеется. Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. После этого Путин добавил, что умение работать президентом, как говорят в народе, дело наживное. И вполне может быть, у Зеленского есть все необходимые качества. Кстати, главу государства спрашивали и про газ. Речь шла не об Украине, а о Болгарии. Но ответ важен для всех, в том числе и для Киева. Формула цены зависит от нефти, сказал Путин. Но мы всегда готовы к обсуждению на уровне хозяйствующих субъектов. И на эти слова стоит обратить внимание. Потому что незадолго до пленарки глава хозяйствующего субъекта, Газпрома, Алексей Миллер, заявил, Россия готова продавать Украине газ со скидкой в 25%. Точнее, если Киев вернется к прямым закупкам нашего топлива, то это будет ему на четверть дешевле, чем покупать по реверсу из Европы. И еще один центральный вопрос. Дело Майкла Калви. Поскольку в зале иностранный бизнес, то тему ожидаемо подняли. И Путин впервые прокомментировал. В зале много защитников американского инвестора, заметил президент. Но закон есть закон. Возьмите Библию, почитайте. Не украде, не пожелай жены ближнего своего. Там все написано. Ему инкриминирует хищение 2,5 миллиардов. Это должно быть доказано правоохранительными органами. Либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все. Чего здесь такого особенно? Посмотрите на то, что происходит в других странах. Бизнесменам в США дают по 100-150 лет тюрьмы. И ничего, не воруй, веди себя прилично и дело с концом. Но, повторяю еще раз, мы самым внимательным образом будем за этим следить. Пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными. В том числе и господин Калви. Он считается невиновным. Майкла Калви в итоге не отпустили из-под домашнего ареста в Петербург. Но и без этого он стал, пожалуй, главным героем форума. О его деле говорили, спорили. На самых главных сессиях с участием высших чиновников, крупных бизнесменов. Имя американца постоянно звучало в кулуарах. Но это публичные элементы. Обсуждает ли дело Калви бизнес между собой? Не на трибунах, без камер. Об этом мы спросили управляющего партнера EY по России Александра Ивлева. Насколько эта тема в разговорах мелькает или все-таки это больше медийно-политический элемент? Во время переговоров, которые мы проводили, эта тема ни разу не возникала. Без прессы она обсуждается? Она поднималась несколько раз на встречах, но как пример того, что нужно делать для того, чтобы улучшить инвестиционный климат. На форуме не было еще одного постоянного участника. Главного редактора RT Маргариты Симоньян. Накануне итогового дня ее госпитализировали в связи с угрозой прерывания беременности. А пленарное заседание модерировала ведущая телеканала Софико Шеварнадзе. И она напомнила о своей начальнице, задавая последний вопрос Путину. Его обсуждала до форума с моей начальницей Маргаритой Симоньян, которая сегодня не может здесь быть, потому что она попала в больницу. По известным вам причинам, Владимир Владимирович. Она беременна, она говорит, по известным вам причинам. Я здесь причем. Затем Путин попросил передать Симоньян лучшие пожелания, сказав, мы желаем всего самого доброго Маргарите. И на этом пленарка закончилась. А вместе с ней и питерский форум.